Сына и Святаго Духа, Аминь. Из творения святителя Анна Златоуста. Бог, не имея никакой нужды в нас, но, будучи самодоволен, привел нас из небытия в бытие, вдохнул нас душу, какой не дал ни одному из животных земных, насадил рай, распростер небо, под ним положил землю, зажег блестящее светило, землю украсил озерами, источниками, реками, цветами и растениями, а на небе поставил хор разнообразных звезд, сделала для нас ночь полезную, не меньше дня, от доставляемого сном покоя и укрепления. Сон не меньше ясно питает наши тела, как видно из следующего. Часто видим мы, голод переносит в продолжение многих дней, а без сна невозможно пробыть и немного дней. Ночь также прохлаждает и уничтожает в нас тот жар, который скопляется в течение дня частью от солнечных лучей, частью от дневных трудов, и таким образом восстанавливает в нас опять бодрость на труды. А в зимнее время своей продолжительностью она еще более доставляет нам покою и отрады, заставляя нас быть под домашнюю кровлю. И темнота сделана принадлежностью этого времени не напрасно и не без цели, но для большего успокоения. Как сердобольные матери, желая усыпить беспокойных детей, берут их свои объятия и, накинув на глаза их покрывало, усыпляют их. Так и Бог, распростерши по вселенной темноту, как бы какой покров, успокаивает людей от трудов. Если бы этого не было, то мы все надорвались бы от суетливости или чрезмерного сребролюбия от трудов. А теперь нас поневоле ночь отрывает от занятий. И такой закон природы не только тела наши восстанавливает, но и душу не меньше тел. Говорит ли о тишине и спокойствии в это время? Как тогда все полно молчания, свободно от шума, не слышно ничего, крика, как это бывает днем, когда одни скорбят от бедности, другие жалуются на обиду, иные оплакивают болезни и повреждения тела, другие смерть родных, иные потерют денег, иные другое какое-либо человеческое несчастье, которых так много. От всех этих несчастья, как бы от треволнений, ночь избавляет род человеческий и успокаивает в своей пристани. Таковы блага нам от ночи, о благо, доставляемое днем, известны всем нам. Что сказать об удобстве сообщений, которым мы пользуемся, дабы продолжительность путешествия не отвращала нас от сообщения друг с другом? Бог проложил по всей земле кратчайший путь для нас в море, чтобы мы, живя во вселенной, как бы в одном доме, часто приходили друг к другу, и каждый, легко сообщая ближнему свое, получал обратно находящийся у него. И таким образом, занимая малую часть земли, наслаждался благами всех стран, как бы обладатель всей земли. Подобно тому, как за богатым столом каждый гость может и сам предложено ему подать далеко сидящему и от него получить лежащее перед ним, только протянув руку. Если кто станет исчислять и прочее все блага, то найдет неизреченное множество их, неисчислит им малой части, потому что, как может человек измерить беспредельную премудрость Божию, представь себе только разные роды растений, плодоносных, бесплодных, растущих в пустынях, местах обитаемых, на горах, на равнинах. Посмотри на разнообразие в семенах, в травах, цветах, в животных земных, в земноводных, в морских. Вспомни, что все видимое создано для нас. Небо, земля, море и все, что в них. Как если бы кто построил себе блестящий дворец, украшенный множеством золота и сияющий ярким блеском камней, так и Бог, создав мир, ввел в него человека, чтобы он царствовал над всем. И еще более удивительно то, что кровлю этого здания Бог устроил не из камней, но составил ее из другого драгоценнейшего вещества. И зажег огонь не на золотом светильнике, но, спустив светило сверху, повелел им протекать по кровле этого здания, чтобы мы получали не только пользу, но и великое удовольствие. А землю распростер в виде богатой трапезы. Все это Бог дал человеку, еще не сделавшему ничего доброго. Хотя человек после такого дара оказался неблагодарным своему благодетелю, однако Бог не лишил его чести, а только изгнал из рая и этим наказал, чтобы воспрепятствовать дальнейшему возрастанию неблагодарности и удержать его от стремления к худшему. Аминь.